в этой книге в любви. Ну и, значит, сейчас мы продолжаем трудиться, он, может быть, еще скажет об этом, да, в новой речи. Значит, вот Василий Владимирович, дорогой Сергей Иванович, включаем одна с обоих, давай. Доброе утро, спасибо. Действительно, несколько лет сотрудничаем с ходом и участвую в уже нескольких проектах, продолжаю работать счастлив, потому что вижу, как от каждого издания к изданию собирается история нашей Родины. Ну, здесь студентов нет, поэтому все взрослые люди, мы знаем, что никакой объективной истории никогда не существует в мире. Она всегда субъективна, каждая историк по-своему трактует. Но, Владимир, то, как трактует историю России и Уфимов, это просто замечательно. Это просто трактовка любви к России. Дорогие друзья, вот присутствует высокий гость у нас, с которым тоже долгая дружба нас связывает. Это Чеченев Константин Васильевич, он возглавляет ассоциацию книгоиздателей России. Конечно, для книгоиздателей сегодня в России очень непростое и сложное время, он просто отец от одной. Но мы находимся в более выигрышной ситуации по сравнению с издательствами, которые занимаются коммерческими изданиями. Они должны получить прибыль, продать, реализовать. Мы все-таки, вот, благодаря тому, что имеем наших подчинителей, можем, значит, как-то вот не зависеть от рынка книги. И поэтому нам удаются такие шедевры. Но Константин Васильевич, действительно, вот, я много лет наблюдаю его работу, здесь его вице-президент ассоциации Филимонов Олег Васильевич. Значит, они, конечно, сегодня, вот, если мы какие-то имеем успехи и победы в нашей общественной организации, то они никак не меньше. И я с большим удовольствием, значит, вот, мы вместе с Ильей Ивановичем вручаем Константин Васильевичу вам это благодарственное послание. На самом деле, хотелось бы, Владимир Владимирович, и от лица издателей поздравить судьбу, поздравить Архея Григорьевича с этим уделением, вас, 5 лет. На самом деле, мы, я вот как сам директор издательства, сделал город, мы тоже старались в жизнь свою сделать книги по истории России, книги застойные, интересные, эти глубокие, но я ему к хорошему завидую, потому что вот те труды, те книги, которые он смог вернуть в оборот книжный, те проекты, которые ему не удались, и теперь они находятся в библиотеках Сибири, в библиотеках России, конечно, это огромная его заслуга, и в то же время это ваше здание. Архея Григорьевича, от всей души всех поздравляю, потому что ваши труды, вот эти уделения фундаментальные дни, которые сделаны с лучшими специалистами российского предоиздания, с авторами, с библиотеками, с фондами, с специалистами дизайна, отпечатанными лучшими гипографиями, как за рубежом в России, и в конечном итоге перевязаны в библиотеке, я не найду свою ни вторую, ни четвертую жизнь. За это вам огромное спасибо всего нашего издачного сообщества. Я надеюсь, что в этом году на нашем корпусе очередные ваши проекты найдут достойно оценку. Ну, от себя лично я действительно хотел бы сказать вам огромное спасибо, потому что летали в мастер-летку, что мы проводили недавно конференцию, и, конечно, такое внимание было уделено нашим издателям, которые приехали со мной из регионов России, когда люди видели, как человек любит свой край, и только это, наверное, показывает, почему это все состоялось. Огромное вам спасибо. Аплодисменты. Вот у нас большая программа Алексея Александровича Лискулина еще по обращению литературной сцены, где мы подошли. Я просто хочу сказать, что вот мы, к сожалению, поздно начали, и затягиваются наши, а еще впереди у нас мучения, и мы это должны быть как-то более коротко здесь говорить. И я хочу сказать, что американским Васильевичу сейчас сказал, что лучшие художники работают над изданиями наших книг, и, конечно, я-то, ну что строитель, ну я какой-то организатор. Ну вот маэстро, Василий Евгеньевич, Валерий Валерий, ну шедевры, ну так-то издание, это шедевры. И, Василий Евгеньевич, мы вам вручаем с искренней благодарностью письмо, и все эти награды книжных конкурсов, это все, конечно, работа во многом художнике, которые, конечно, составители и императоры. Пожалуйста. Вы знаете, работа дизайнера с книгами фонда требует от него предельной и полной отдачи творческих сил и профессионального умения, поскольку фонд занимается возрождением книжного искусства, который действительно находится сейчас в трагическом системе в России, за что я книжный, он дизайнер, как угодно, измеренного макарикоизм года. Спасибо. И еще один художник, Иван Евгеньевич Лукьянов, который тоже здесь воспринимает Лизовский проспект и много других из вас семян на больской истории вот таких книжных шедевров Иван Евгеньевич, вам искренняя и глубокая благодарность. Будем продолжить и дальше. Аплодисменты. Еще один член прописательского совета, Дмитрий Александрович Мискулин, несколько писем. Дорогие друзья, я уже говорил, что мы в несколько премьерованном положении в нашей книжной издательской деятельности, поскольку нам не надо следить за рынком, по магазинам смотреть или продавать. Наши прописатели нам помогают в этом. И один из член президиума нашего фонда, Юрий Иванович Ронжин из Топольска, он приехал сегодня сюда 25 лет, он практически с фондом, и один из постоянных и главных наших помощников. Поэтому вот благодарственное послание за поддержку наших посетительских программ, и друг Дмитрий Александрович обучает Ронжину это благодарственное послание. Вся ваша деятельность, вернее деятельность фонда, нашего фонда и лично ваша деятельность, я думаю, очень четко вписывается в предначертание нашего великого поэта, которое звучит совершим образом. Пока свободу и горит, пока сердца для чести живет, мой друг отчизненько святил в душе прекрасное проявление. Вот все сказано, добавить здесь нечего. Еще один давний помощник из города Омска, Виктор Владимирович, приехал. Здесь, да, дорогой мой Виктор Владимирович, но тоже Иван, Достоевский. Мы вместе презентовали омские предприниматели, которые он их там объединяет, опучивает, простите за грубое слово. Значит, и, ну, полтора десятка лет мы вместе замечали, как и с каким-то другим городом, значит, и главный помощник в этих вот таких программах, объединить предпринимателей, помочь в фонду возрождение Тобольска, это, значит, Виктор Владимирович Питарев. Встречаем. Спасибо большое. Значит, замечательные слова были сказаны уже неоднократно сегодня по поводу того, что фонд Аркадий Горьевич создает, собственно, историю России, действительно это так, очень важно. А я хотел добавить к этому одну очень важную вещь. Я могу много про Аркадий Горьевич и говорить, и, кстати, говорю много, всем рассказываю, да, потому что помогаю, чем могу. Ровно, очень помощь, но вместе с тем. Но одну вещь хотел бы сказать, как бы избитые фразы по поводу, там, богатства России, там, превосстать Сибирью и так далее, мы это все слышали. Но хотел бы обратить на одну вещь внимание, да, вот в этих анклавах, и как в Сибири, да, где все, сохраняется чистота языка. Это очень важно, и это неоспоримо, да, вот русского языка. Но мне кажется, что Аркадий Горьевич продемонстрировал и вся деятельность фонда, и ваши, уважаемые коллеги, друзья, что нам здесь, в Сибири, там, в Сибири, и здесь, наверное, в России, удалось сохранить чистоту мысли. И мне кажется, это очень важно. Поэтому спасибо вам большое. Ну вот еще один наш побочник, который из Москвы, молодой предприниматель, но, тем не менее, мы недавно сотрудничаем, Павел Витальевич Харков. Хотел бы вас поблагодарить за поддержку очень серьезных последних наших проектов, и особенно Ивана Илья Федора Михайловича Достоевского. Я надеюсь, что мы еще и впереди посотрудничаем, у нас вот, проходите, значит, еще двухновник белорусов в Сибири, я надеюсь, что мы все-таки вместе его поборем. И Дмитрий Александрович вручает наше благодарственное пославие. Совсем большое. Спасибо огромное. Для меня это большая честь. Фонд собрал вокруг себя абсолютно разных людей. Всех объединяет одно. И вот это Россия. Спасибо. Друзья, короткое вступление сейчас сделаю. Мы сегодня с вами в замечательный день собрались. 1 марта сегодня 150 лет к экономическому закону Дмитрия Ивановича Меделеева. Дмитрий Иванович Меделеев, уроженец плодотобойства, ученый всех времен и всех народов, наверное, чуть ли не самый главный, да? Ну, по крайней мере, с нашей побольской земли, как это видится. Ну и что хотел бы сказать, что, значит, вот Организация Объединенных Наций назвали год, значит, 19-й, в котором мы сейчас живем, годом периодического закона. При этом, правда, вот Запад, значит, забывает, что это закон Дмитрия Ивановича Меделеева, не указали. Но, тем не менее, значит, это очень знаменательный для нас, особенно Табуряков, год. И в этом году, 8 февраля, исполнилось еще 85 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Меделеева. И вчера мы, в день 20-летия фонда возрождения Табурьска, в парке Макова Поля, которой я тоже уже занимаюсь почти 25 лет, открыли структурную композицию, такую, посвященную нашему замечательному великому земляку и его периодическому закону. Вот сейчас заставочка будет. Вы можете посмотреть это торжественное открытие этого монумента. Но мы еще будем доводить его до ума, там, значит, вот устройство и озеленение, и цветочные клумбы, и так далее. Вот сейчас настроиться. Значит, вот такой автор проекта «Белоусов» и бюст бронзовый Дмитрия Ивановича Меделеева, Московского, Лушникова, Михаил Арестович, он тоже здесь в зале. Вот торжественное открытие вчерашнее, в преддверии вот этого праздника сегодняшнего статистилетия. И я бы хотел пригласить, значит, Дмитрия Ивановича Смирнова сюда, и еще, значит, из музея усадьбы Коглова, Смирнова, значит, Николая Александровича, который является вообще потомком Дмитрия Ивановича Меделеева. Николай Александрович, в левый перекон. Пожалуйста, проходите сюда. Спасибо.